Вот так красота вот такая вот, видите, елочка играет как. Посылаю вам такую хорошую энергию из Брянска, добрую такую, любите друг друга, жалеете друг друга. На краткий миг данному, повторяю вам, на краткий-краткий миг. Вот я обалдела, уже прошел почти год, как нет моей мамы. Я сегодня сижу и говорю, я все помню, все помню, как сейчас, что было, как было с ней, как мы любили друг друга, да, с папой то же самое, да, папы нет, с 2002 года. Наши не уходят, они остаются с нами, родители. Они остаются с нами, это наши корни, наша сила. И я сегодня только написала, вот, своей подруге, да, в Турцию. У меня мама тоже умерла, она плачет по ней, она в Турции живет. Вот, что они не покидают нас. И мы сильнее, может быть, тех, у кого родители есть. Потому что наша связь уже через них с Богом. Они там разговаривают с Богом, скорее всего, уже. Ну, я в этом просто верю. И надо светло о них, и надо добро о них. Ну, показать им, что мы хорошо живем, что мы стараемся жить радостно, да. Не надо унывать и плакать, им там тяжело. Они же не могут нам ответить. Поэтому жить надо, и как бы всю жизнь показывать родителям, что вы не просто нас родили, таким на двух руках и ногах, и с головой, да, и с глазками, с артом, который кушает. А вы нас родили человеками, которые пришли что-то отдать в этот мир. Отдавайте, не бойтесь. Больше отдавайте. Получите вы больше гораздо. Не считайте, сколько вы получите. Я не считаю. Сколько тепла отдала, сколько времени. Кто-то, как, охота тебе в интернете на людей чужих тратится. Не знаю, у меня такая потребность. И она выше меня, наверное, от Бога дается. Ну, а если бы я была другая, любили бы меня, помогли бы мне на песне. Собрали бы так вот сумму мне, чтобы я записала песню. Нет бы, конечно. Была бы я человеком, который жил бы только для себя. Кто бы нам и призвал от пикнуса. Не бойтесь открываться, не бойтесь. Если у вас есть таланты, выходите в интернет, общайтесь. Дарите людям себя, свой мир, свою вселенную. Ведь никто не знает, какой вы. Вы, может, картины рисуете шедевральные, да? У меня знакомый, он говорит, я потеряла смысл жизни. Например, у нас жена неплохо живет. Он иконы рисовал. Но жена приказала икону снять со стены дома. Ну, в общем, жена в нем гуляет, я поняла. Плохо человеку. Но он говорит, что никому не нужно. Это мое творчество. Человек опустил руки. Никогда не опускайте руки. Если вы не нужны тем, кто рядом, знайте, что это не значит, что вы не нужны вообще никому. Что мир отвернулся от вас. Это значит, не те люди возле вас, не ваши. Я же смотрю, да, не лето. Ты, в общем, уже молодец. Ты понял, ты пишешь, жду своих на концерты. Жди, они приходят. Мы твои. Мы все твои слушатели, которые тебя любят. Благодарны тебе. Не слушай всяких дураков. Это могут быть... Ну, вот сейчас я даже... Благодарю.